Журналист BoxingNews24.com Алан Фокс поделился мнением о технике ведения боя украинского боксера Василия Ломаченко и противопоставил ей стиль казахстанца Геннадия Головкина. На мой взгляд Ломаченко сейчас больше боксер, нежели панчер, поэтому этого недостаточно, чтобы я включил его в тройку лучших паун-фа-паун. Его последний бой было скучно смотреть, он напоминал шахматы. Некоторым фанатам бокса это нравится, но большинство же не любят такие бои. Они хотят чистого действия и зрелища. И Гонсалес, Головкин, Ковалев и Кроуфорд дают им это. Ум и физика инструменты Ломаченко, который позволяет ему прогрессировать и улучшать свой стиль. Ему нужно забывать о любительском боксе, он серьезно отличается от профессионального. Тут нужно драться с энергией, его стиль архаичен и вряд ли он придется по душе американским фанатам. Но если Головкин под руководством Санчеса сумел изменить свой стиль, то это сможет и сделать и Ломаченко. После победного поединка против Николаса Уолтерса Василия Ломаченко на опросы комментатора HBO Макса Келлермана о том, с кем бы он хотел встретиться в следующий раз, ответил, что хотел бы провести объединительный бой против чемпиона WBC Франциска Варгаса. Однако на пути к организации этого поединка есть одна большая проблема – промоутеры Варгаса. Мексиканцы опекает компания Оскара Делла Хой и Golden Boy Promotions, с которой у промоутера Ломаченко Боба Арума, мягко говоря, не самые лучшие отношения. Если Делла Хой не позволяет Канелло боксировать с Геннадием Головкиным, то черт из два он позволит Варгасу боксировать с Ломаченко, цитирует Арума и ESPN.com. Бывший чемпион мира филиппинец Нанита Денейро не смог найти объяснение поступку Николаса Уолтерса, капитулировавшей в седьмом раунде поединка против Василия Ломаченко. Бывший баскетболист НБА Майкл Томпсон прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Golden Boy Promotions, раз они боятся принимать бой с Головкиным, им давно пора переименоваться бегуя от Головкина Boy Promotions. Оскар просто ходит вокруг да около и боится выставлять Канелло против Triple G. Странно, потому что несмотря на возможное поражение в этом большом бою, мексиканского боксера все равно будут уважать. Субтитры сделал DimaTorzok